Всем привет, у микрофона антик, мы продолжаем играть в Таур, и если у нас будет уже задание посерьезнее, тут видите, ожидается экстремальное противодействие, то есть экстремальное вторжение, тут у нас просто массивное и тут среднее. Несмотря на то, что вот это задание у нас за отказ прибавит 5 очков Империону, я все-таки выберу вот это вот, потому что, во-первых, хочется посмотреть, насколько это будет все экстремально, во-вторых, тут у нас будет в награду Large Power Core, это большое силовое ядро, и мы сможем уже какое-то здание посерьезнее, скорее всего, построить, когда получим эту награду, и в дереве технологий можно также прокачивать вот эти вот узлы, то есть у нас сейчас Prime Integrity уже изучено, это у нас 100 хп главной башни, а вообще можно до 200 увеличить и так далее, до 10 ранга прокачать, вот это я не сказал в предыдущем эпизоде. Далее сейчас я особо ничего выбирать не буду, кроме вот этих вот патронов, Titanium Shells, то есть титановые патроны, это нам добавит урона, дополнительно 18 урона, 30% от базового урона, и против это брони, против бронированных юнитов, вот так вот прокачаем, и прежде можно ранг повышать. Далее, значит, в кузне мы пока ничего не берем, и пошли в кампанию, у нас 228 энергии, там мне хватит, чтобы прокачать какие-то башни, ну или тупо их построить. Так, Shifting Sense, какие-то пески. Сразу же мы входим в режим строительства, это у нас в игре будет воздушный рейд, при выборе задания там пишут, что за рейд, почему мне подсказки постоянно показывают, а? Так, Left Shift, и тогда я уже знаю, что левым шифтом можно переключаться. Итак, мне нужно, во-первых, перехватчиков поставить, как я и задумывал, но, видите, уже сразу же не хватает мне чуток, да? Ну-ка, а можно вот эти вот лучи поставить против как раз самолетов? Сейчас проверим. Ммм, для Бима у меня нет, короче говоря, платформы, я, наверное, буду все симметрично строить, более-менее, так что не буду пока ничего ставить. Ладно, так справимся. Справимся и так. Самолетоврага. Там еще можно будет прокачать вместимость нашей главной башни, чтобы у нас четыре было патрона вместо трех. Бляха, их много на самом деле. Какие-то бомбардировщики крутые. Ух ты, хера себе. По-моему, я не затащу этот бой. У меня уже 16 хп. Но, видите, регенерация идет. Так. Подай, скотина. Бляха. Сложно. Все это, видимо, означает, что самолет подбит. Если так вот двигатель горит, черный дым. Все нормально. Повезло. Затащили. Экстремальный бой, но очень короткий. Так, Эмперион получает очки. Но у нас уранов все равно плюс 11, так что мы перевешиваем. Хорошо. День девятый. Так, мне надо 150 энергии оставить для башенки. Плюс еще надо гидру поставить. Так что, наверное, ничего в этот раз не буду изучать. Ну, почему у нас там дальше что-то идет? Вот это здание сегодня хочется изучить, которое добавит нам дронов, которые будут охранять нашу базу. Ну, и тайм варп тоже изучим. Так, в форте пока не буду ничего делать, наверное. Хотя, в принципе, можно перековать за 30 энергии. А, у нас нет, опять же, этого Стеллар Кристалла. Ладно. Допустим. Ну-ка, а Прайм Кристаллы для чего вообще нужны? Вот они, Прайм Кристаллы уже тут используются. Да. Для более крутого оружия. Ладно, посмотрим. Далее, значит, у нас просто вторжение будет. Без указания наземное или воздушное, значит, будет смешанное. Опять же, экстрим. Слушайте, а может быть, мы все-таки изучить для страховки-то до 200 хп? Вот так вот. То что-то я уже переживаю. Да, если мы экстремальное пропустим, то у нас плюс 12 империона. Ну, ладно. Давайте попробуем. Давайте рискнем. Тайдл Кост. Какой-то берег с волнами. Тут у нас будет авиация, опять же. И у нас остается 50. Как раз, чтобы построить платформу. Хорош. Ну, как я уже говорил, можно потом будет башни перестраивать, так что можно что угодно лепить. Все это потом можно будет исправить. Так, это уже бронированная, видимо, юнка. Хотя... Просто эта верхняя полоска как-то была по-другому только что отображалась. Так, урона стало побольше, но это не помогает. С одного выстрела с вернем, но убиваются у меня враги. Так, хорош. Как-то авиация не очень хорошо работает. Не очень точно. Так, да уберите этот гребаный с экран-то, юб. У меня пока других пушек нет, так что я ничего менять не буду. Так, все, приземление пошло. Тетя, я слишком поздно выстрелил. Надо пораньше. О, мать, а. Все, нормально. Более-менее сейчас уже мы закончим. И все, да? Это победа получается. Но пока что экстремальные бои, они не особо-то экстремальные. Хотя, видите, еще тут одна партия врагов будет сейчас. Во, вот какая куча. Это жесть. Надо как-то свою мартиру усиливать. В будущем. Так, ну-ка, давай, офф. Да, тут придется сейчас. Чяжко нам, когда они подойдут к базе там. Нормально, пока держимся. 166 кп. Опасно, опасно. Блях, я стараюсь одиночными стрелять, чтобы поточнее прицеливаться. Ну, они тут уже скапливаются очень сильно. Я с этим ничего не могу поделать. Черт. Это конец, ребята, это конец. Мляха, не успел, это первое поражение. Все-таки надо поосторожнее сейчас тогда с экстремальными вторжениями иметь дело. Даже несмотря на то, что повысил хп. Ну, ничего, бывает. Империон получает 19 очков. Так, награды мне никакой не дадут. Да, это прям... Вот только награду жалко. В принципе, очки-то хрен с ними. Это еще... А, нет, слушайте, дали. Какую-то награду дали все-таки. А, давайте мы стражей изучим. Этих вот дронов. Попробуем их построить. Тут не пишется, сколько это будет стоить. Четыре заряда. Опять же нет у нас кристалла нужного. Твою уж налево. Может, уже пора какие-то пушки-то другие изучать. Кливер. Это у нас против пехоты. Будет сбивать их с ног. Так, тут у нас дезинтегратор. Очень точная пушка. Ионная. Автоматически перезаряжается в течение времени, позволяя почти что беспрерывно стрелять. Это любопытно. Но дороговато, черт побери. 152. Не хватает все равно средств, да? Нужны это все звездные кристаллы. Таймварп. В принципе, давайте изучим таймварп. Опять же, звездные кристаллы нужны. Но видите, как все сложно. Тут тоже звездные кристаллы нужны. Ай-яй-яй. Придется тогда пока обстраиваться тем, что есть. Так, правим. Тут у нас стеллар. Надо вот идти сюда. Выбора особого нет. Тут хэви. Тяжелая будет защита. Ну ладно. Попробуем. Куда деваться там? Лагуна. Мы еще и на воде. Ох ты, так у нас башни уничтожили. Слушайте. Если у нас башни уничтожают, то они не восстанавливаются. Видимо, нам за башню что ли вернули деньги-то? Вот это вот поворот, конечно. Ммм, как же быть? Никто не знает. Интерцепторы это и бесполезные интерцепторы. Так, вот меня интересует, как... Бляха. Ладно, давайте пока рапторы поставим. По 50, да, они стоят? Не такие уже дорогие. Так, интерцептор пошел. И лучи тоже надо поставить. Гидра. Все. Ждем врагов. Вот у нас воздушные цели, да? Это еще десант. Понятно. То есть можно сбить... Ох ты, танки. Это прям... Я не ожидал танков-то. Щит прям пробьешь. Как с ними еще сражаться? Никто не знает. Я был не готов слегка к такому... Повороту с обыки. Если честно. Так, танк уже горит. Вот так вот. В принципе, они пока... Башню-то не особо повредили, конечно. Куда они вообще стреляют? Давайте посмотрим. А, они... В эти, видимо, башенки стреляют пока нам. То есть не по моей основной башне. В первую очередь там... Так, теперь ясно, что такое тяжелое вторжение, тяжелое сопротивление. Пятнадцать очков. Хорошо. Сейчас я тогда перекую... Слегка нашу пушку, главную. Да и маркирую, в принципе, тоже бы надо перековать. В прошлый раз как-то перековка не особо-то удалась. Здесь... Давайте косушки маркирую реально перекуем. Эпическая пушка теперь у нас. Хорош. Прибавка дамага солидная. Достаточно. Далее, значит, у нас 570, да? Так. Основная пушка регенерирует. И когда я уже изучил? Можно ранг повысить, да? Ну, это дорого. Прям очень дорого. Опять же, звездных кристаллов у нас нет. Астральный кристалл. Астральный кристалл. Итак, тут у нас хромированное покрытие. То есть, ХП у рапторов будет больше. У турелек. Тут у нас у гидр. Будет покрытие из бериллия. А, это у нас не то, я смотрю. Вот у нас. Ванадиумное покрытие. Все правильно. Я же еще не изучил Химеру-то. Так, Химера вообще, она будет неточная. И может только наземные цели поражать. Отличный радиус. Это у нас урон по площади будет. И отбрасывает пехоту. Точнее, опрокидывает пехоту. Это у нас взрывные заряды. Все ясно. Очень хочется, но... Дороговато. Нет, мне не хватит, чтобы сейчас построить. На, давайте в компанию. 50, да? Из Титаниума давайте-ка. Опять же Стеллар. Что это было? Ладно, погнали. Что у нас тут? Скайфолд у нас... Это у нас Осада. 17, да, тут у нас... Ну, вот это задание нельзя пропускать. Потому что Империон получит 17 очков. Мы посмотрим, что такое Осада. Заодно. Изучим этот новый тип миссии. Хачклиф. Какая-то высокая скала. Не помню, как переводится Клиф. Что-то типа скала с плоским верхом. Подожди-ка. Обилитет у нас про обилки уже. Куба Е. У меня пока обилок нет, по-моему. Опять же обилки можно экипировать, видимо, тут. Вот там, видите, Куба Е. Быстрые клавиши. Так, Escape. Как отсюда выйти? Тап. Значит, что мы будем делать? Я уже изучил, да? Стражи там. Ладно, в топку симметрию. Сейчас не до этого. Совершенно не до этого. Ну, тут у нас будут стражи. И тогда Гидру. На остаток средств поставим. Все, больше ничего не поставить. Все остальное, дороговато. Ладно. Видимо, я в прошлый раз не переключил на воздушный огонь, поэтому я не попал по самолетам, которые высаживали эти вот танки. Ну-ка, давайте мортиру грохнем. Видимо. Нет, все-таки по мелким целям мортира. Эффективно, не по таким. Все, хорош. Очень быстро. Очень быстро опять задание. Хорошо. Все-таки мне надо сосредоточиться на звездных кристаллах. Давайте посмотрим. Вот у нас два звездных кристалла. Да и, в принципе, по очкам видно, что надо сюда идти. Опять у нас будет осада. Пока, видимо, ничего я сейчас не сделаю. Нет, опять же, перековка недоступна. Тут очень дорого все. Так, вот очень сложно смотреть, какие нужны кристаллы. Мышку надо вести аккуратно. Так, астральные кристаллы. Это у нас, опять же, покрытие. Для башенок. У нас ХП для перехватчиков. Истребителей. Опять же, астральные кристаллы нужны. Я же одну такую штуку поставил, да? Так, четыре дроидов. Это у нас максимум ХП для здания и максимум ХП для дроидов. Ладно, давайте. Чуть-чуть поулучшаем наших дроидов, потому что тут очень мало требуется ресов. Опять же, несколько рангов. Это у нас ХП для здания. Ну и пока хватит. Все, погнали вот сюда вот. Доплой. Надо достроить нашу структуру. Как я хотел. Изначально. Вот видите, эти дроиды катаются по земле. Не обратил я на них внимания прошлой миссии. Терри, лоид, эквипет, секондри, боби. А, еще можно это? Вторичное оружие перезагружать. Но оно само пока что перезапускается. Так, мне нужно, значит, либо перехватчиков, либо вот этих дроидов. Я пока что дроидов поставлю. Ну и гидру. Все. Теперь только остается новая башня любить. Замечательно. Ну-ка, давайте Т. Нет, Т, видите, не работает пока. Нет, ты не попадешь по ним. Что-то, по-моему, вообще нельзя попасть. Нет, можно. Можно попасть. Но не успеваю я их уничтожить. Дроиды отработают. Но они работают худо-бедно. Так. Мартира пошла. Даже мартира не пробивает щиты. По крайней мере, сразу. Все, хорош. Нормально. Контроль мы пока что держим. Все, конечно, толку от этого нет. Особого там. День тринадцатый. Так, ресерч. Все-таки давайте возьмем одну обилку. Может, для примера. Фотон флайера, конечно, тоже хочется, но что там у нас? Обычная кристалла, астральная. Ладно, по временем. Она дорогая, блин. Двести пятьдесят пятьдесят. У меня энергии всего восемьдесят три осталось. Четыре дроида. Четыре дроида для каждого здания. У меня пока что два здания, так что имеет смысл взять, но больше я ничего не построю. Так, перековка сколько стоит? Тридцать и один стеллар кристалл. Давай тогда. Карать или лучше? Бля, минус. Минус пять и три. Не дам. Так, прайм, прайм. Везде праймы. Также по поводу, по поводу вот этих больших силовых ядер, сейчас попробуем выяснить, что к чему. Стандартные. У меня стандартных на пять штук. Восемнадцать, да, там. Тут два больших. Давайте пока что за большие подеремся. Массив тоже три. Тут у нас что. Массив тут лайт, тут хиви. Ладно, сойдет. Конечно, империум сейчас отвоюет маленечко очков, но это не страшно. Все, дроны пошли. Надо их рассмотреть. Так, юниты имеют броню или щиты. Дополнительное хп. Да, короче, нам про хп рассказывают. То, что мы сейчас улучшили у дронов. Так, по поводу больших-то. Вот они. Для больших ячейк нужны как раз ядра побольше. Именно для этого мы их берем. Так, он биобрейдер делал бонус на менш, а ГНС против. Короче, оружие может быть улучшено для урона по броне. Так, у нас дроны, кстати говоря, не защищают от воздушных солей. Что следует учитывать. И надо строить больше перехватчиков самолетов. Сейчас я могу просто встрять в историю... Так, надо сосредоточиться в каком-то одном самолете. Блин, а дар. Увеличивать все-таки вместимость. Потому что три залпа это ни о чем. Совсем ни о чем. Хорош. Блин. Хорош. Все. Все обошлось. Так, у меня самолет, видимо, сбили. Что ли? Такие-то были соляные... соляные равнины. Империон маленько отвоевал. Но мы получили большие ядра. Пока что у меня нет, на самом деле, зданий, чтобы ставить там какие-то большие постройки. Но на будущее мы ядер, конечно, накопили. И так, вместимость. Сотни энергии, да? Давай. А, мне по-прежнему нет кристаллов нужных. Черт. Обидно. Подожди-ка, а вот это пушки? Тоже звездные кристаллы нужны. Так, ладно, пока что не буду ничего изучать. Все-таки поставлю еще перехватчиков. Против воздушных солей. Что у нас тут? Мне нужны звездные кристаллы. Прайм. Прайм. Нифига, видите, не дают мне звездных кристаллов. То есть стеллары. Обидно. Обидно. Давайте стандартных ядер, что ли, подкупим. То есть скоро будет не хватать уже. Стендинг-рог. Видимо, иногда все-таки повторяются карты. Что ли? Перехватчики. А ну-ка. Перехватчики. Хорошо. Хотя бы два самолета уже будет получше. Маленько не туда. Видим, что-то мешает мне. Камни. Камни не дают прострела. Да уж. Ладно, пока будем пулять теломортирой. Хорош. Так, он не может уничтожить вообще? Скорее всего, нет. Ну, благо, мартира у нас стреляет навесом. Все. Так, по-прежнему у нас не бывает ситуации, когда... Одновременно высаживаются несколько отрядов. Не знаю почему. Но, судя по трейлеру, должен быть какой-то трешечок. Это в середину конца игры. Там кто-то есть, что ли? Видите, пока мы не уничтожим текущую волну, следующая не появляется. Это, по-моему, не очень хардкорно. Так, перезарядка. Мартира пошла. Ну, блин. Нет. Нет шанса попасть. Ну, пока все хорошо. В принципе, они даже не доходят до нашей башни. У нас такая стенка из дронов тут. Хорошо защищает. Да, кстати, вот эти пушки вообще отдыхают. То есть, те, которые, как сказать, мешают, короче, центральная башня будет мешать пушкам, вот, которым стоят слева, чтобы стрелять вправо. Думаю, это логично. Так что, надо как-то равномерно распределять пушки там по сторонам. Мне нравится, как они с моста сбрасываются вниз. Надеюсь, они от этого тоже урон получают. Какой там. Да, сейчас уже поток. Очень большой огневой там. Так, ох. Дроны куда-то не туда пошли. Потому что основные силы тут, вот, они стоят не там. Бляха, еще не перезарядилась у меня мортира. Дроны вообще в рукопашной сражаются. Что-то я сейчас только обратил внимание, это... С силовыми мечами. Смешно. Все. Вроде бы почти никто не пострадал. Кроме самолюбия наших дронов. Империон продолжает отхватывать новые территории. С этим надо что-то тоже будет делать скоро. День пятнадцатый. Тут уже всего лишь две зоны. Интересно. Такая, видимо, передышка. Так, что мы можем сделать? У нас, опять же, энергии очень мало. И на что просто не хватит. Что печально. И звездных кристаллов по-прежнему нет. Вот, нет и все. Вот, ничего ты не сделаешь с этим. То ли не везение какое-то, то ли так и задумано. Хрен его поймешь. Двенадцать. Ларш-пауэркорн. Надо вот сюда все-таки идут у нас. Награда побольше. Опять же, я ничего сейчас не возьму. Так, можно что-нибудь по лайту изучить? Можно пока химеру изучить, как бы, для разнообразия, да? Пусть она только по наземным целям, зато у нее взрывающиеся заряды. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Надеюсь, не больше сотни. Так, два самолета. Платформа стоит денег еще ведь. Химера стоит сотню, да. Ну ладно. Подождем тогда одну миссию. Опять я самолета. Не люблю самолеты. В них трудно попадать. Да и второе оружие у нас простаивает. Что-то их очень много прям. Нет. Все мимо. Чем они дальше, тем осложнее присалиться. Что в принципе логично нам. О. По-моему, я уже подбитый самолет сейчас подбил. Вспоминается песня, почему-то, Фантом. Когда помните, там я бегу по выжженной земле. Герма шлем, что-то там накинув на ходу. Ну, Фантом стрелую белой. Распластанным крыльем. Снова набирает высотом. Вот круто под такую музыку было бы поиграть, но... Авторские права, черт поберем. Да ладно. Ну, просто я косой. Я косой и слегка тороплюсь. Потрезал по делу. Хотя стоит опять же стрелять одиночными. Победа. Так, ну и сейчас ничего не будем изучать. Оставим ресурсы для химер. Я думаю, что... 300 энергий. Можно будет их несколько штук построить. Штуки две. День шестнадцатый. Вот опять же никаких стеллар кристаллов нам не дают. Всего лишь одно задание. На выбор. Беда. Беда. Ну что. Перековка тоже у нас недоступна. А, нет. Слушайте, за астральные кристаллы перековка-то сейчас. А, вот оно что. Ну, тогда давайте потратимся. Так, эпический ранг опять. Тут тоже можно рискнуть. Но химеру тогда только одну поставлю. Скорее всего. Опять минус. Что ты будешь делать-то? Ну, тогда можно, в принципе... Минус двадцать девять. Это лол какой-то. Все, дальше нам нужен стеллар кристалл. Эх, ресерч. Можно хп прокачать. Так, health per second. То есть будет больше регенить за секунду. Тут нужен астральный кристалл. Чем не кончили, что ли? Фига себе. Как поворот. Надо уже новое оружие изучать, блин. Ну, по-разному можно проходить. Я что-то упоролся в количество башенок. Вместо того, чтобы изучать новое оружие. Ну да ладно. Потом скорректируем наш подход. О, слушайте, тут еще и... Я думал, все-таки будет воздушное. Ну-ка, подожди-ка. Тогда давай химеру поставим. Две штуки химеры. О, он хорош. Как она стреляет? Давайте посмотрим. Во как. Сейчас еще проверим, работает тут френдли фаер. Мне интересно. Ну-ка, эф. Нет, свои, видите, не раскидываются. Только враги. Какое у нас избирательное оружие, слушайте. Только по врагу бьет. Но сейчас уже гораздо сложнее. То есть они высаживаются с разных сторон. Все эти дроны вражеские там. И особо не кучкуются. Так, мне башню какого-то взорвали, нет? Давайте проверю. Фиг знает. Надо запоминать, как у нас было раньше. У меня это просто взрывы от химер как раз. Меня маленечко смущают. И сбивают с толку. Все. Все. Ну че ж, я думаю, на этом мы второе видео закончим. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы хотите продолжение по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok